Привет, YouTube! Сегодня получил третью же посылку за сегодняшний день. Вот такую, самую крупную. В предыдущих меня ждал Powerbank Showme, а точнее подделка под Powerbank Showme на 16000 мА. Это была третья посылка с поддельным Powerbank, который я получил. Причем от разных совершенно продавцов. Вот. А в этой посылке указано здесь, что на самой упаковке написано адаптер звездочка 5. Оценено в 20 долларов. Но реально здесь не адаптеры. Я по трек-номеру проверил. Здесь ко мне приехали Powerbank. Очень большая у меня надежда, что наконец-то ко мне пришли оригинальные Powerbank Showme. Очень надоели подделки. Так. Давайте открывать тогда посылку. С этой стороны можно ее вскрыть. и будем сразу оперативно по коробке, прямо по упаковке смотреть. Ну, наверное, с любого начнем. Так. Отличный знак. Здесь нету вот таких вот засечек, надрезов на коробке, которых на оригинальных Showme быть не должно. То есть, коробка у Showme выглядит вот очень похоже на поддельную, только вот здесь у поддельных делаются засечки, как у многих упаковок. Showme так не делает. Так, но внутри я, к сожалению, вижу белую пластиковую белый пластиковый поддон, что говорит о том, что это подделка. Опять пришла подделка. Да. Ну и, собственно, очень печально выглядит сам Powerbank. Точно так же, как три предыдущих. Ну, тут вообще старая версия, еще кабели с логотипом Mi. У родных Powerbank, увы, никаких здесь на надписи нету. Вот у последней подделки тоже надписи не было. Была такая палочка вот на, по-моему, на этой части, где microUSB. Ну, тут даже не на что смотреть, собственно говоря, в упаковке в таком целлофане Show Me не упаковывает никогда. И вот в такие поддончики из белого пластика никогда не кладет свою продукцию. Ну, все очень печально. Все очень печально. Не заклеено здесь ничем. Тут даже внутри у оригинального пауэрбанка есть надпись Mi, прямо внутри USB большого порта. Здесь я вот смотрю, к сожалению, ничего нет. Ну, тут, в общем-то, все было ясно изначально, что, собственно, это не оригинал. Какие-то вот недостатки здесь на алюминии присутствуют. Обработка торцов можно сказать лучше, чем у предыдущей подделки, но, собственно, вот здесь вот не идеально. Можно придраться. Ну, и самое главное его емкость, она далека от емкости оригинального пауэрбанка Xiaomi. Так, ну что ж, это очень грустно. Я очень надеялся, что с этой посылкой мне повезет. И заказал у продавца по хорошей цене сразу несколько пауэрбанков. Причем, что самое интересное, здесь содержится помимо вот очень широко подделываемых пауэрбанков на 16 тысяч миллиампер, здесь должны прийти пауэрбанки на 10 тысяч миллиампер. То есть, это новинка, которую, по идее, вот я еще не видел видео, где показывают сравнение подделки и оригинального. пауэрбанки так, давайте посмотрим. Вот, сразу давайте маленькую коробочку, тот, который на 10 тысяч миллиампер. Так, чем они отличаются по коробке? Да, по коробке они, в общем, похожи на подделку. Так, ну, возможно, это вот будет, я буду видеть первую поддельную распаковку, так вот, воочию поддельную пауэрбанку на 10 тысяч миллиампер. Так, открываем, розовый цвет. Так, собственно говоря, да, это первый раз я вижу, это реально подделка, то есть кабель неродной, опять логотип Mi, которого быть не может на оригинальной продукции. Кабель очень короткий. Для сравнения, вот так вот выглядит оригинальный кабель у 10 тысячника. Вот, мы можем сравнить, насколько он длиннее, здесь тысячный закончился, а оригинальный больше. Также у оригинального, вот у этого, наконечник штекера пластиковый, блестящий, такой, глосси, пластик. А у этого такой, похож, такой, прорезиненный, резиновый скорее. Ну, то же самое и конец со стандартом USB. Здесь это пластик такой, блестящий, а здесь это резина. Так, мы отложим оригинал, посмотрим на сам Powerbank. Розовый цвет. Ну, тут сразу видно, что, собственно говоря, это левак, это чистый фейк. Очень жирная печать, напечатано не то, что у оригинального, здесь указано у оригинального емкость. При напряжении 5 вольт здесь просто 10 тысяч миллиампер, так, коротенечко. А, и вот здесь перенесли 7800 миллиампер при напряжении 3,6 вольта. Ну, странно достаточно, поскольку когда же емкость 10 тысяч, при каком напряжении 10 тысяч, непонятно тогда, если при 3,6 вольта, они пишут 7800. Ну, собственно, тут и голову ломать нечего, это фейк. Да, фонари горят очень сильно, у оригинального горят не так ярко, более такое нежное свечение, элегантное. И они мигают, а здесь они просто загораются и не мигают, вот раз погас. Ну, это, в общем-то, это фейк. Не оригинальный пауэрбанки. Ну, для меня это вот новость, может быть, кто-то видел до распаковки фейковых десятитысячников, но мне не приходилось видеть. Может быть, плохо искал я на ютубе, но просмотрел достаточно много видео коллег-ютуберов, которые, собственно, все различия там указывают, как отличить по коробке. Вот, что хочу сказать про коробку. Вот здесь выполнены уже на новом уровне, нету прорезей, то есть, очень похожа коробка на фирменную. Но, естественно, выдаст сразу фейк, это проверочный код, который можно стереть на боковой части, и там будет на проверочном сайте, что его проверяли несколько тысяч раз. То есть, этот код проверялся очень много тысяч раз. Так, отложим этот Powerbank. Что там еще? Ну, собственно, говоря, второй на 10 тысяч, и еще два на 16 тысяч ампер. Так, этот золотой. Вот тоже самое. Печать вот эта жирная, то есть, это тоже фейк, безусловно. даже нечего смотреть особо. Ну да, те же самые фонари. Не три фонаря мощных, а два загораются, но светят они очень сильно. Оригинал так не светится, ну и, собственно говоря, тут особо смотреть уже нечего. Так, да, очень печально, что начали подделывать и 10 тысячные. то есть, и они, значит, наводнят скоро Алиэкспресс. Раньше вот 16 тысяч было много, а сейчас, в общем-то, да, то же самое, неоригинальный поддон, неоригинальный пауэрбанк, фейковый. Четыре фонаря загораются, то есть, якобы он заряжен. Да, печально. Что ж, будет уже получается три диспута. Я открывал отдельно ко мне по одной штуке приходили пауэрбанки на 16 тысяч миллиампер и придется вот такой еще диспут открывать по поводу такого большого заказа, где сразу ко мне пришло три пауэрбанка на 16 тысяч. Так, этот какой-то вскрытый, открытая коробка, помятая, чуть порванная. Ну, и тот же самый фейковый поддон. выдающий подделку. И в таком вульгарном пластике пакетике неоригинальный пауэрбанк на 16 тысяч миллиампер сделан по дизайну похож на шоу-ми. да, грустно. Так, ну, проверим ради любопытства вот этим замечательным USB-метром, что какой-то ток они выдают. подключим нагрузку. В зеленом светится фонарь. Должен заряжаться, выдавать 1 ампер пауэрбанк. Ну, 0,83 выдает, 0,84. Чуть просело напряжение. 5 вольт должно быть, ну, около 5, 472, но это допустимо. и переключаем на 2 ампера. Загорелась красная лампа. 1,62. Ну, тоже в пределах, в принципе, нормы. Еще просело напряжение 4, 4,43, 4,44, 4,42, ну, да, 4,43 на среднее. Вот, то есть ток этот пауэрбанк, ну, некий ток он выдает. Ну, о емкости, о сравнимой с оригинальным, ну, то есть говорить не приходится. Да, около 1,6 ампера в силу тока. Что ж, однозначно буду открывать спор по поводу этих 5 пауэрбанков. То есть 3 пауэрбанка на 16 тысяч миллиампер вот таких и 2 пауэрбанка красный и золотой на 10 тысяч миллиампер, ну, опять же, якобы на 10 тысяч миллиампер. Причем, по печати заметно, что здесь печать более схожа с оригиналом, то есть более такая серым таким шрифтом напечатанная, поскольку вот я повторяю, что на 16 тысяч миллиампер их подделывают достаточно давно. То есть уже, видимо, стали стараться сделать нечто похожее на оригинал, но, собственно, все равно отделка корпуса очень сильно отличается. вот. Что ж, в конце видео наверное, я попробую сейчас достать оригинал на 10 тысяч миллиампер и поподробнее сравнить его с подделкой в 10 тысяч в маленькой коробке здесь у нас подделка. А вот, собственно, оригинальный пауэрбанк, шоуми. Так, ну прежде давайте сравним коробочки. Справа, где пауэрбанк родной, оригинальная коробка. Она пустая, такая легкая. Здесь вот внутри пауэрбанк. Она тяжелая. Вот оригинальная. Так, ну внешне реально они похожа. Похожа. Единственное, что могу отметить, у оригинальной печать, вот эта желтая печать, где ми указаны вот эти все узоры, она более блеклая. То есть, у неоригинала более яркий желтый цвет. более темные иероглифы на проверочном коде, которые можно стереть. И сам проверочный код, он просто серый, а вот у оригинала она, серый цвет имеет блестки. Так, затем, что еще заметно? Ну, тут по печати сложно что-то говорить. Шрифты сравнивать, наверное, не имеет смысла особого. Так, далее. Вот это испачканный. Это оригинал. Это не оригинал. Так, что бросается в глаза? Бросилось в глаза то, что у оригинала я вот когда получал не особо обратил внимание, у него одна из сторон она заклеена, она глухая. Вот это вот нельзя открыть. Здесь склейка. Да, здесь она заклеена. И открывается он только с одной стороны. И там, где он открывается, оригинальный, как у всех оригиналов, у него нет здесь прорезей по бокам. Здесь и здесь нет прорезей. То есть язычок вот этот целиковый. Это у оригинала. А не оригинал, он скрывается и с одной стороны и имеет вот эти прорези, о которых я говорил на язычке. Вот они. и с этой стороны можно его вскрыть. И с другой стороны тоже можно вскрыть. То есть он с двух сторон открывается. Вот видите. И с одной стороны прорези имеются, а с другой нет. Вот такая интересная особенность у не оригинала. Повторюсь, здесь прорези есть. В общем, если вы видите прорези, то это однозначно подделка. Хотя бы с одной из сторон. То есть проверять нужно обе стороны. Одна должна быть полностью глухая, не открывается. И открывается только с одной стороны. Если открывается с двух сторон, и на одной из них есть вот такие на язычке прорези, то вы приобрели подделку, к сожалению. Так, ну, давайте сравним, что внутри. Ну, кабель я вам уже показывал. Ну, собственно говоря, вот печать. Вы видите, еле заметный шрифт на камеру во всем случае. Он реально белесый, даже если глазами вы смотрите, то он такой нужно присматриваться. Он читаемый, конечно, такой вот блеклый. Здесь указано 6250 миллиампер часов при напряжении 5,1 вольта. Не знаю, сейчас попробую сфокусироваться лучше. Да. Типовая сила тока 1 ампер 6,250 и 9,510 дробь 10,000 миллиампер указано здесь. И рядом с 10,000 миллиампер указано 3,6 вольта. То есть напряжение трех аккумуляторов 18650 которые стоят здесь 1,2,3 аккумулятора у них стандартное напряжение самих аккумуляторов тип размера 18650 3,6 вольта. И вот при этом напряжении их емкость 10,000 миллиампер часов. Но поскольку на USB порт нужно подавать стандартное напряжение 5 вольт 5,1 то емкость соответственно 6,250 реальная когда вы заряжаете устройство которое требует напряжение 5 вольт. Ну заряжается соответственно от USB. Ну вот это конечно тихий ужас сразу видно черный темно-темно-темно серый шрифт реально он серого цвета но он такой темный яркий конечно по сравнению с этим некрасивый с этой стороны ну реально вот прорезь вот это вот 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 вот